Мутлуса Бахлар, всем-всем доброе утро, всем прекрасной пятницы, прекрасного настроения и сказочных эмоций. Турецкое утро с Анной Ракаевой у нас с вами продолжается. Я благодарна всем за то, что все с настроением, с увлечением смотрят прямые эфиры. И, конечно же, для себя всегда Гюнайдын берут что-то новое. Я получила вчера очень много сообщений благодарности именно Танюше, которая вчера вела прямой эфир. Она посоветовала очень много интересных книг по развитию и по женскому счастью. Сегодня в эфире у нас будет замечательная девушка Екатерина. Она тоже живет в Стамбуле, как вы поняли. У меня гости все с Турции. Она занимается замечательной профессией. Она у нас фотограф. Я сейчас ее хочу пригласить в эфир. И, конечно, она расскажет о себе. Она сегодня расскажет о себе, о том деле, которым она занимается. Доброе утро, Катюша. Доброе утро, Аня. Всем доброе утро. Слышно, видно, все хорошо. Да, все отвечу. Гизайн. Хорошо, замечательно. Катюшенька, расскажи, пожалуйста, как тебя судьба занесла в Стамбул, а потом мы перейдем к самой важной теме нашего эфира. Хорошо. В Стамбуле я уже 7 лет познакомилась я с мужем банально в Кемере. Отдыхала с подругами, не планировала знакомиться ни с кем. Вот, ну, как-то так судьба сложилась, познакомилась с мужем. Вот, и через два года мы поженились. Вот, и первый год мы жили в Бурсе, в небольшом городке Иниголь, может быть, кто знает. Вот, и потом уже спустя год мы переехали в Стамбул. 6 лет в Стамбул мы жили. У нас есть доченька замечательная. Да, у нас есть дочка, зовут Элиф, 4 годика. В принципе, с дочки и началась моя карьера. В декрете я занялась фотографством. Сначала фотографировала дочку на телефон. Мне было интересно смотреть, как она меняется. То есть я... Мне было скучно, нечего делать, да, в декрете, думаю, многие понимают. И я придумывала образы, подбирала образ. Что-то с дочкой, например, что-то рядышком интересное. Там цветочки, еще что-то поставила. Именно кто работает с таким стилем обработки фотографии, как ты, не так уж много. Потому что каждый, конечно, как и художник, да, как и писатель, выбирает определенную свою стезю. У тебя очень интересный стиль обработки. Расскажи нам, как ты к этому пришла. Как я пришла к этому? Еще даже во время базовой учебы, то есть преподаватель мне показывал элементарные вещи, как мне фотографировать, настройка камеры. Также базовая обработка, это просто клавиши, ползунки всякие. То есть как, что. Я наткнулась где-то в интернете на одну фотографию в таком вот художественном, сказочном стиле. И почему-то сразу загорелась и поставила в себе цель, что хочу прийти именно к такому стилю постепенно. Вот, поначалу я не знала, как это делать. То есть прошла базовую учебу, приехала к себе уже в Турцию домой. Вот, и пыталась что-то там, ковырялась, пыталась сделать сказку. Ну, не особо получалось, но постепенно-постепенно с опытом и с дальнейшими онлайн-мастер-классами уже получалось все лучше и лучше, с опытом, видением. В общем, постепенно я думаю, что я пришла уже к своему стилю. Да, конечно. Я не зря вчера выложила несколько фотографий в сторис, да, своих работ, чтобы люди, в принципе, которые пришли на сегодняшний эфир, они поняли, в каком стиле ты работаешь. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя уходит времени на обработку фотографий? На обработку одного фото, в принципе, по-разному. Например, если это фото у моря, то лично мне обрабатывать его полегче, потому что там, в принципе, вода и небо. То есть подкорректировать там цвет воды. И, например, я люблю подставлять закат. Снимаю я в основном вечером, вечерний свет. Вот. И это получается, то есть море, закат, естественно, девушка, например, или пара, или семья, работа с кожей, пластика, то есть там немножечко устранить, но всё в меру. Я за меру. То есть не люблю устранять так, да, чтобы, например, люди не узнали потом человека на фото. Вот. Во всём должна быть мера. Три и четыре, вот это мои любимые. То есть я часто накладываю плагины, но это не так, что вот как в Инстаграме наложил плагин, и вот всё, фото готово. Нет, это именно вот как бутербродик. То есть одно на другое накладывается, уменьшается прозрачность, потом что-то своими руками, там, ползуночки подвигал, поделал, потом, допустим, плагин наложил. То есть здесь там туманчик сделал. Да, просто я... Аккуратненько здесь потёр и так далее. Ну, я так внимания такое уделяю, потому что всё-таки каждая фотография – это словно картина. Вот даже если тебе полчаса на фотографию, то есть это, ты правильно скажешь, это не телефон, где ты можешь разные эффекты поставить раз-раз-раз, а это ты делаешь всё как бы вручную на компьютере. Что-то добавишь, добавишь и так далее. Поэтому это очень даже творческая работа. А ты пробовала когда-то, может быть, рисовать, писать картины? Вот что-что рисовать я не умею и не люблю. Ну, видимо, потому что не умею, поэтому и не люблю рисовать. То есть не моё. Хотя очень многие фотографы именно пришли к своей работе, то есть сначала они рисовали, а потом стали фотографами. То есть очень многие приходят к этому после именно работы художником или хобби. Катюш, вот что касательно твоего стиля работы, ты могла бы посоветовать девочкам, как им, может быть, красиво фотографироваться? Потому что это такой актуальный вопрос. Все сейчас фотографируются, все есть соцсети, инстаграмы. Но сейчас, кстати, очень тоже стало популярно заказывать фотосессии у фотографов. У тебя практикуется такое для инстаграма? Заказывают у тебя фотосессии для работы? Нет, вот именно для инстаграма у меня такого не было, но я подготовила позы, удачные ракурсы, как выгодно смотреться в кадре. Думаю, это будет полезно для девушки. И на профсъёмки, и не на профсъёмки. То есть как нужно и как не нужно позировать. То есть вот здесь показано, как не нужно позировать, потому что вот девушка подогнула ногу, и получается вторую ножку не видно сзади, и получается как будто бы нога отрезана. То есть пол ноги будто бы нет. Вот, так не нужно позировать. Здесь немножко принтер мой обрезал, Но здесь девушка, получается, ножки вперёд, и также эффект обрезанных ног, то есть колени в кадр, и это получается неудачно. А вот так, это как нужно фотографироваться, то есть ножки в сторону. И очень часто я использую на своих съёмках именно такую позу. Если в сидячем положении, то именно вот такую позу я использую. Неважно, в платье, не в платье, если в платье, в пол, то мы это платье вот так вот раскидываем потом по полу. Если это в брючках, то есть это вот такая поза. По крайней мере, дальше. Дальше. Вот так это фото как не нужно позировать, потому что туловище смотрится очень крупным. А здесь, посмотрите разницу. Ручки, да? Да, ручки, получается, не вот так, а вот так, то есть и вторую ручку. И, соответственно, получается такая стройненькая талия. Девушка уже смотрится миниатюрнее. Да, совсем по-другому. И как нужно делать. Дальше. Более портретные уже снимки у нас. Как не нужно делать, да, посмотрите. То есть вот здесь. Она прямая и не женственная. Да. То есть как бы вот так. Либо вот здесь, посмотрите. То есть мягкий изгиб. Нежное прикосновение такое, да? Да, нежное прикосновение. Можно даже слегка погладить, например, щеку. На профсъемке это будет красиво смотреться очень. Рекомендую. Вот, запомните мне. Дальше. Как не нужно фотографироваться. Вот так. То есть очень сразу массивная девушка, да, объемная. Когда она стоит напрямо. А вот девушка уже стала бочком. И ножку завела за эту ножку. То есть не широко расставила, как вот здесь. А именно завела ножку и полубоком. Сразу девушка уже стройнее, выше, женственнее. И так далее. Дальше. Вот, такая поза. Как не нужно фотографироваться. Вот. То есть подмышками, да, в кадр вот так вот. То есть это выглядит некрасиво на фото. И как нужно. То есть даже если здесь подмышки, но девушка все равно не прямо поставила. Она выгналась, прогнулась и вот так сделала. То есть акцент уже не на подмышке. Да, да, да. Совершенно верно. И сразу кисти. Видны красивые, да. Да, да. То есть уже ручками взяла красиво, да. И последнее. Например, фото или у стены, или где-то там у красиво сдать. Не важно. То есть вот бочком, да. То есть девушка стоит прямо. И это смотрится довольно-таки скучно и неженственно опять же, да. Либо вот девушка прогнулась в спине. И получается попа к стенке и в спинке прогнулась. Сразу же вот. Саля, сразу видно спинка. Да. Красиво, да. Ой, классно. Примерно так. Думаю, это будет полезно, девушка. Это очень полезно, замечательно. Для всех абсолютно. Это в какое же время удобнее фотографироваться и как быть со светом. Одни фотографы утверждают, что свет для фотографии очень сильно важен. А другие, это я уже даже на своем опыте столкнулась, говорят, что нет, свет не важен. Так важен он или не важен? Ну, свет важен, естественно. Но смотря в каком стиле работает фотограф. То есть я, например, работаю в художественном стиле, для меня свет очень важен. Я работаю с дневным светом, то есть естественным светом, вечерним, даже можно сказать, ближе к вечеру. Вот. Но именно уличный свет. То есть я не использую вспышки и так далее. Я работаю с естественным светом. Люблю я фотографировать либо в утреннее время, но в утреннее время я работаю редко, потому что в основном никого не поднимешь утром. То есть, да, пока... Поэтому я работаю вечером, люблю мягкий свет, но иногда получается так, что съемка вот только днем, да, клиенту удобно только днем и не в какое-то другое время. В том случае я работаю так, чтобы фотографировать либо в теньке, либо если, допустим, клиент светоустойчив, то есть может какое-то время смотреть на солнышко на раз-два-три. Помнишь, Аня? Да, помню. Да, Аня у нас светоустойчивая, то есть Аня втерпела, вот, хорошо держалась, вот, и также на раз-два-три, допустим, клиент открывает глаза и я фотографирую. Получается, солнышко светит в лицо и довольно-таки мягкое личико получается. Да, класс, спасибо, Патинка. Катя, эфир получился очень классным, может быть у нас еще наши зрители, которые смотрят, хотят задать какие-то вопросы, у вас еще есть 5 минут, вы можете написать, и Катя, наш фотограф-профессионал, обязательно вам ответит на эти вопросы. Приветствуется, лучше все-таки брючки всегда смотрятся, вот, и у него здесь белая рубашка, да, можно белую рубашку всегда можно надеть, но это не обязательно. То есть можно надеть и бежевую рубашку, ну, не обязательно вот белую, других цветов, которые бы сочетались с семьей. Вот, запомнили, так не нужно одеваться. Разность принтов, разность цветов, то есть все из разных. Нет целой какой-то картины. Да, нет целостности, то есть все вот одеты по-разному, то есть папа в джинсах, сын в брючках-рубашке, ну, вот, мама и дочка одеты неправильно. Вот, нужно одеваться. То есть, вот, у мамы, например, да, платье с принтами, но у всех остальных членов семьи одежда без принтов, спокойно. Вот, вот, у мамы платьишко теплых оттенков и жакетик, и также у всех остальных членов семьи тоже одежда в теплых тонах, без лишних принтов, отвлекающих взгляд. То есть здесь одного принта вполне хватит. Это вот у мамы. Так, честно... То есть в целостности появилась картинка. Да, и еще очень смотрится некрасиво, это разность тканей. То есть, например, дочке... На дочке будет какое-нибудь платье из тюли, например, а на маме будет платье из льна, например. То есть это абсолютно две разных категории тканей, и друг с другом это просто не смотрится. То есть нужно смотреть, чтобы, если у дочки из тюли платьишко, то и у мамы должно быть что-то либо из тюли, либо из кружева, то есть что-то подобное друг к другу. Если это лен-хлопок, то это лен-хлопок. То есть как-то так, это очень важно. Спасибо, папа. Спасибо большое.